Хвала рукам, что пахнут хлебом. На праздники урожая собрались жители всех районов Кубани. Здесь чествуют тружеников аграриев. Среди них и труженики Лобинского района. На Кубани завершена уборка зерновых. Собрано около 10,5 миллионов тонн. В этом году кубанские аграрии одними из первых в стране приступили к жатве и одними из первых ее завершили. Непростые погодные условия не помешали собрать рекордный урожай. Объем прошлого года превышен на 100 тысяч тонн. В честь Дня урожая в Дворце спорта «Олимп» города Краснодара состоялся большой праздничный концерт с церемонией награждения. Главное богатство нашей земли, нашего края – это вы, люди, неутомимые, неугомонные труженики села с натруженными и мозолистыми руками. Ваш твердый характер, истинная любовь к родной земле Кубани – настоящая основа для жизни наших будущих поколений. Хочу искренне всех вас поздравить с богатым, рекордным урожаем. Пожелать, чтобы на самом деле мы не сбывали тем, а самое главное – мира, тепла, благополучия вам и вашим семьям. С праздником! Труд земледельцев в почете с древних времен и по сей день. Губернатор края отметил труд лучших муниципалитетов, среди которых наш Лобинский район. Первое место – Лобинский район, получивший по 60-30-х цепей резервнат с одного пектара. Для включения и благодарности главы администрации губернатора Краснодарского края на свету приглашается Чигай Игорь Олегович, глава муниципального образования Лобинский район. В номинации «Зависный вклад в достижение муниципальным образованием наибысших показателей в производстве Азимы Пшеницы» награждается Стрельцу Борис Николаевич, заместитель главы администрации муниципального обглавания Лобинский район. Я горд за свой родной район, за наших сельхозтоваропроизводителей, за наших аграриев, за то, что они обеспечили своим трудом, планирующими позициями, заняли первое место в своей южной предгорной зоне. Но самое главное, я бы там говорил, что за рекордными урожаями у нас должно быть развитие, появляться новая техника, должно быть повышение заработной платы людей, которые трудятся на земле, у нас должны появляться новые предприятия по переработке сельхозпродукцией. Губернатор Кубани, вся администрация края, председатель законодательного собрания края и все законодательное собрание края уделяют огромное внимание развитию сельского хозяйства. Сейчас делается ставка на животноводство, на переработку, на глубокую, умную переработку. И мы рассчитываем, что мы не только будем лидеры по объему урожая, но и самое главное, будем лидером по появлению новых рабочих мест, по освоению всех действий, которые будут выделяться из края на территории. С праздником хочу всех селям поздравить, здоровья, мира, добра, благополучия, мирного чистого неба над головой и новых экономических и урожайных побед. Праздник сегодня очень большой и в душе радостно всем сообщить, что мы сегодня в нашей Южной Прингорной зоне заняли первое место. И район получает награду достойно и заслуженно. Этот заслуживый, непростой год, но результат очень хороший. 63,3 центнера – это все-таки хлеб, а хлеб всему голова. С праздником всех! В этот день за многолетний труд на благо родного края многих тружеников наградили золотой звездой, герой труда Кубани. Удостоился этого почетного звания Александр Нежениц, руководитель агрофирмы «Прогресс». Я благодарен тем людям, которые увидели результаты труда нашего, оценили, поэтому здесь больше внимания краевых властей, потому что у «Прогресса» результаты уже много лет на достаточно высоком уровне. Я благодарен людям, которые это увидели и это оценили. Я отношусь к числу людей, тех, которые уже пережили восторг. Для меня сейчас важно, чтобы люди, которые работают со мной, получали хорошее материальное вознаграждение, чтобы они, их семьи, чувствовали себя хорошо и уверенно. Пожалуй, для меня вот это сейчас очень важная задача. А это эмоции, это, конечно, всегда, всегда будет людей вдохновлять, впечатлять. На празднике «Урожай-2018» выступили лучшие творческие коллективы края. Легендарную песню «Хлеб всему голова» весь зал слушал стоя. Песня «Хлеб всему голова» весь зал слушал. В завершении праздника гостей ждал сюрприз. На сцену вышла певица Валерия. Она поздравила кубанцев с праздником и подарила свои лучшие песни. Лилиция Океан, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА.